Это видео посвящается людям, которые захотят купить машину под брендом Мерседес. Тестовая поездка вот была, а он опять загорелся. Признаете ли вы, что это конкретно ошибка Мерседеса? Вы знаете, наверное, нет. Рывки вот эти, их никогда в жизни не было. Ебаный в рот! Ебаный в рот! Это пояга, это что-то мобиль, старик, оправляю! Акулка, блять, поюсочка! Я, блять, продаю эту машину, идите вы нахуй со своим обслуживанием. Стою в центре Москвы, мне все сигналят, нахуй, все меня объезжают. Машина встала в копанку. Миш! Сашка! А ты что здесь делаешь? Санечек! Санечек, блять! Родной, блять, я не могу, я тебе хочу душу излить этой пизде. Здорово, родной! Здорово, брат! Как ты? Нормально, а ты как? Сейчас, мне эта хуятинка не нужна, подснимешь ты хоть? Да, выбрасывай. Что, собственно, произошло, что случилось? Саня, Саня, Саня. Я не могу, нет, давай сядем просто, я тут, тут это очень сложно. Давай. Давай, присядем. Вот, знаешь, что я хочу тебе рассказать? То, что выпуск, который сейчас будут смотреть подписчики, ну, он поистине долгожданный. А теперь можно выйти. Мне обидно, досадно, и в этой ситуации не вот это, не ну ладно. Нихуя тут не ладно, тут пиздец, как все не ладно. Это выпуск про Мерседес, я вас всех приветствую на канале Литвин. С вами все тот же самый Литвин, и сегодня он нихуя не радостный. И сегодня нихуя не радостный видос, потому что у меня горит так, блядь. Вы, возможно, надо мной будете сегодня угорать и в какой-то степени сопереживать вместе со мной, потому что сегодня буду все досконально рассказывать, без всякой лишней и ложной информации. Я хочу вам все рассказать по факту. И как дилер, у которого вы покупаете тачку, может вас просто, ну вот вообще, просто в хуй вас не ставить. Вот просто ни во что, вы просто вот как пыль ебаная для него, понимаете, которая просто может тявкать. Это они так думают, блядь. И они вообще им поебать на вас всех. В данном случае речь идет про Мерседес, и все, что сейчас будет сказано в этом ролике, абсолютно все обосновано. Я несколько раз давал шанс Мерседесу, об этом сейчас речь еще тоже пойдет дальше. По порядку, сейчас будем вам рассказывать все. Мы сейчас будем делать движение в сторону Мерседеса, звезда столицы, которая находится на Варшавке. Мы не будем в никаких лишних разговорах, все по факту. И полный разъеб, тотально анальный въебыч Мерседеса. Мы садимся в тачку, едем, и я по дороге еще рассказываю, что происходит вообще, что за ситуация. Вы это долго ждали? Вам приятного просмотра. Блядь, тут заварите чайка покрепче, потому что, блядь, пизда нахуй сейчас будет. Сука, блядь. Даже не знаю, с чего начать, наверное, начну с того, что этот автомобиль, вообще, на котором я сейчас еду, вся претензия, которая будет озвучена в этом ролике, даже, наверное, это нельзя назвать претензией, это уже какое-то отчаяние и, ну, смирение, вот так я скажу, просто смирение. И просто это будет рассказ вам о том, как дилер, да, у которого вы покупали данный автомобиль, ну, вообще, свой, ну, неважно, какой автомобиль в данном случае, в этой ситуации я, значит, этот, так он может просто убивать вашу любовь, просто ваши чувства к этому автомобилю. А я просто безумно влюбился в эту тачку. То есть, это та тачка, которая покупалась не для Гива, не для розыгрыша какого-то, она покупалась для того, чтобы я ей наслаждался, ездил на ней, кайфовал, ну, и просто это была моя мечта. Каждый месяц я заносил по какой-то сумме, у меня появлялась только какая-то денежка, я сразу заносил ее к дилеру и это вот за тачку, это за тачку. Работал, копил, 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 заносил, заносил, и то есть, никуда вообще лишние бабки, никуда не тратил. То есть, была мечта, да, вот в виде вот такой вот тачки, и я к ней шел, хотел ее очень купить, купил. И претензий-то к тачке нету, а претензий все-таки к дилеру, да и вообще в совокупности ко всему Мерседесу, потому что обращения были везде, обращения были везде, и претензия в данном случае стоит не потому, что машина ломается, не поэтому, а потому, что мне не могут одну и ту же проблему устранить уже на протяжении, наверное, в пяти раз, когда я им привожу, пять раз, вы вдумайтесь. Первый раз, когда произошла эта херня, я ехал к Валерии на канал, на трек, гоняться против него, тогда выступал я, Дима Гордей и Валера. Миша, твоя красотка, Мерседес, GT. Вот тогда по пути в Питер, уже на трассе, спустя 100 километров, у меня пизданул чек. Часом ранее, потом полчаса назад у меня конкретно загорался чек двигателя. Я останавливался, там один раз заправился, он исчез, потом опять появился, потом заправился, опять появился. Короче, чек двигателя выскакивает. Блядь, я вчера машину с полного техосмотра забрал. Резину поменял, масло, фильтра. Ну, короче, полное ТО сделал. Блядь, мне это не нравится. Уже тогда я прихуел, то, что я после ТО забираю тачку, прикиньте, я специально ее подготовил, чтобы ехать гонять. А тут бамс, этот чек вылетает. Я такой, да ну нахрен, думаю. Я посреди трассы, я звоню в этот дилер, говорю, Дмитрий, алло. Ну, это Дмитрий, который у меня машину принимает постоянно. Я говорю, Дмитрий, блядь, пиздец. Я говорю, я стою, блядь, посреди трассы, мне что делать? Ну, я не знаю, Михаил, попробуйте перезаправиться, попробуйте пять раз перезавести машину. Ну, я перезаправился, оно там убралось, потом опять снова появилось. Ну, короче, проблема, по сути, была не устранена. Я доехал с горем пополам до Питера. Приехали в дилер в Питере, но там я не снимал, так как я понятия не имел, что эта проблема глобализуется, так сказать. Станет такой глобальной, как сейчас. Ну, они мне сняли, естественно, все ошибки и сказали, что... Ну, это, слушайте, с топливом проблемы. Попробуйте заправляться не сотым, а девяносто восьмым. Дали мне какую-то выжигающую хуйнюшку, короче, которую надо в бак влить. Поехал на трек, и у меня прям перед гонкой сразу ебнул чек. Я в ахуй, думаю, да что ж ты, блядь, будешь делать, думаю. Каким-то чудом он потом опять пропал. Все, гонка прошла, я отснял видео потом со снегоходом, также в Питере, и дернул в сторону Москвы. Очень медленно ехал, ну, по сравнению с тем, как я обычно езжу. Потому что машина после 140 начиналась захлебываться, и появлялся этот чек. Все, я сдаю тачку, я сдаю тачку сразу в Москве, сдаю ее нахрен. Думаю, давайте мне ее нахуй чините, блядь, я уже устал, блядь, Дмитрий, по-братски, сделайте мне машину эту, говорю. Они мне через несколько дней возвращают, говорят, все, никаких нареканий, мы все сделали. Непонятно, с чем связано, скорее всего, с топливом. Я ее забираю после слов, когда они мне говорят, все починено, все заебись. Так вот, что я хочу сказать, что нихуя, блядь, не починено. Я еду на важное мероприятие, это происходит около Красной площади, прям в центре Москвы. У меня там была встреча с людьми, то есть, вот прям, пиздец какая важная. Хуяк, и тачка просто встала. Вы довели, нахуй, до белого коленя, я стою в центре Москвы. Я сколько раз вам сдаю машину, нахуй, вы мне ее починить не можете. Она богиня при любых раскладах, но Мерседес, вы конченые, которые не хотите работать. Я, блядь, продаю эту машину, идите вы, нахуй, с моим обслуживанием. Стою в центре Москвы, мне все сигналят, нахуй, все меня объезжают. Машина встала вкопанная. Нажимая на педаль газа, она, то есть, нахолостых, хуярит и звучит как трактор. Я сразу проверил, и просто тачка стоит. Хорошо, я звоню в Мерседес, говорю, ну вот, человеку, который у меня принимает машину, я говорю, вызовите эвакуатор. Они мне говорят, вы должны вызывать эвакуатор. Типа, я не какой-то там зазнатый хуй, и мне, в принципе, несложно вызвать эвакуатор. Ну, вы понимаете, отношение какое, блядь. Короче, естественно, блин, я в бешенстве, и я, короче, кое-как поразводил, позаводил. Навстречу. Все, я ее завел, машина поехала, но при этом человек не пропал. Проходит неделя, машина все это время стояла. Я просто уезжал в другой город. Естественно, я как только сразу приехал с другого города, как только у меня появилась возможность, я ее сразу повез в дилер, где говорю, мужики, слушайте, ну это же пиздец, говорю, ну это же, уже, блядь, не дело. И вот Дмитрий говорит, сейчас все пройдет под моим надзором. Пиздец, как все будет хорошо, типа, ну понял, вот с таким намеком. Все, сдаю им тачку, они давай ее делать, и звонят мне на следующий день, говорят, что наконец-то мы обнаружили проблему. Надо менять турбину по гарантии. Турбину ждали с Германии, и больше двух недель она стояла в дилере. Все, они поменяли. Естественно, мне возвращают тачку в полной исправности, по их словам. Поменяли турбину, чтобы вы понимали, это ебать какая дорогая запчасть просто в машине, одна из основных. Отдают мне тачку, я поехал. Ебать, вот чтобы вы понимали просто. Ну, спустя неделю просто хуяка опять этот загорается чек. Я думаю, да ну нахуй, думаю, как сейчас-то, блядь, думаю, четвертый раз. Вы че, блядь, думаю, звоню Дмитрию. Ну все, он уже тогда не взял трубку, чтобы ты понимал. И не перезвонил уже мне нихуя. И, короче, блядь, естественно, я записал истории, где я отметил Мерседес Бенц официальный. Мерседес Бенц Раша. Хочу обратиться к самой зазнатой конторе этой планеты. Мерседес, дорогие, верните мне бабки за тачку, потому что, потому что надо вернуть, потому что вы не правы, чтобы я вас не ебал до потери пульса. И вы не потеряли своих клиентов, лучше верните бабки по-хорошему, иначе, иначе, что будет? Я вам рассказываю расклад. А будет пиздец, но я просто вам говорю то, что я вам сдаю тачку постоянно по одной и той же проблеме. И вы мне по гарантии чините, но проблема не меняется, она постоянно остается одной и той же. Честное слово, я вам даю последний шанс, чтобы вы отозвались, и мы решили этот вопрос по-хорошему. Иначе я буду делать все возможное, чтобы клиентов у вас в России нихуя не оставалось. Они, конечно, будут, но поверьте мне, я сделаю все, чтобы их было меньше. И тут начался полный пиздец. Ну просто, чтобы вы понимали, Мерседес Бенц официальный их аккаунт имеет в Инстаграме подписчиков 29 миллионов. Я выкладываю сторис, где отмечаю их, и просто написал, накидайте им комментарии. Просто все комментарии под постами стали заполняться просто. Отдайте тачку Литвину, сделайте тачку Литвину. Ну, короче, просто их начали парафинить, и они закрыли комментарии, брат. Многомиллиардная компания с 29 миллионами подписчиков в Инстаграме. Мерс, блядь, официальный, который конкретно там сидит куратор ебать. Вот там, в Германии. В ахуе, вот так, что происходит? Это я еще не говорю про Эмбарашу. Про Эмбарашу это вообще пизда, это вообще колхозе утро, блядь. Все, что я просил, сделать тачку, чтобы вы понимали. Просто сделать тачку. Но здесь я уже хотел, чтобы они конкретно мне ответили. Именно главный Мерседес, я был нацелен, чтобы они мне ответили. Посовещался со своими ребятами и думаю, ну может быть они подумают, что какой-то долбоеб просто хейтит без основания их. Увидели мою страничку наверняка и подумали, блядь, да он пранкер, бешеный, какой-то нахуй с ним вообще связываться. На что я им отправляю? Официальное сообщение, где я описываю полную свою проблему. Естественно, написал на... Все абсолютно на английском языке, все грамотно написал, вам прочитаю на русском. Доброе утро, меня зовут Михаил Литвин. Я российский блогер и пишу вам, чтобы решить проблему, которую мы не можем решить уже последние 4 месяца. Позвольте мне начать с самого начала. Я купил новую машину Mercedes-Benz AMG63 GT 4-door, 4-дверную версию. Через некоторое время эксплуатации возникла ошибка, загорелась лампа проверки двигателя. Я отдал машину в сервис, они проверили, сказали, что все в порядке. Вернули машину и через несколько дней снова загорелась лампа проверки двигателя. Я отдал машину в ваш сервис, они проверили, сказали, что все в порядке. Вернули машину и через несколько дней снова загорелась лампа проверки двигателя. Эта последовательность повторялась примерно 4-5 раз. Я очень зол и разочарован, и хочу получить полную компенсацию или отличное лечение, которое заслуживает я и моя машина. Надеюсь, вы поможете мне и скажете Mercedes-Benz Russia, что они не выполняют свою работу должным образом и провоцируют меня размещать негативный гневный контент о них и о вашем бренде. Надеюсь, получить ответ как можно скорее, с наилучшими пожеланиями Михаила Литвин. Ответа я никакого не получаю, на что я им отправил последнее контрольное сообщение. Доброе утро. Обращаюсь к вам, чтобы сообщить вам, что если я не получу ответ в течение следующих 5 рабочих дней, я буду действовать в этой ситуации на законных основаниях, потому что моя машина находилась на гарантийном обслуживании около 40 дней в течение последнего года. Более того, я собираюсь публично проинформировать своих подписчиков через Instagram и YouTube о некомпетентности вашего русского сервиса, который получит много негативной реакции на вашу компанию. Все еще надеюсь на ваш ответ в ближайшие дни, чтобы не разрешить эту ситуацию отрицательным образом. Ну, они просто заныкались в берлогу, блядь, и не вышли на связь. Вот с тобой, малыш. Ну, я разъебал твой дилерский центр, и скоро это все появится на канале. Я сейчас еду в официальный дилер Mercedes-Benz, который находится на Варшавском шоссе. Будем узнавать, спрашивать, интересоваться, нахуй, какого хрена мне не могут починить тачку, которая стоит... Сколько, Саня? Тринадцать. Тринадцать, по скидке еще мне настолько вышло. Да, Михаил. Да, Дмитрий, здравствуйте. А, здравствуйте, да. А вы не видели, я вам неделю назад звонил? Я не в Москве был. А вы сейчас... Понял, понял, понял. А вы в Москве сейчас? Ну да, я сейчас вернулся, завтра на работу. А, завтра? Слушайте, а вот там кто-то может выйти, чтобы я смог с человеком поговорить? Ну, если вы до шести приедете, там на руководитель, клиентская служба есть. Семикин Алексей, зовите его, скажите. Семикин Алексей, хорошо, хорошо. А вы же последний раз сказали, что под вашим контролем там все пройдет, ремонт и так далее. Но проблема... Нет, проблема в том, что перегревался редуктор. Мы поменяли масло. Нет, но я же... Ну, вот тестовая поездка вот была, а он опять загорелся. Ну, и, соответственно, будем вопрос на редуктор отправлять. Постоянная ошибка двигателя, то, что выплывает, понимаете, и тут вдруг из-за редуктора какого-то это легко написать. Когда уже выхода нету, понимаете, делать вывод о том, что это вы виноваты, то, что ни хрена мне машину не можете починить. Тогда это легко, сплавить все на редуктор, конечно, потому что я-то проверить не могу редуктор. Моя задача определить автомобиль в ремонт. Я его определил. В заключении... Дмитрий, ваша задача... Я знаю задачу, я знаю. Починить автомобиль. Починить автомобиль, чтобы клиент был доволен. Это ваша задача. Ладно, все, Дмитрий, хорошо, спасибо, до свидания. Это видео посвящается людям, которые захотят купить машину под брендом Мерседес. Я просто хочу показать вам наглядным примером, как работают сотрудники. Вот он говорит, моя задача принять вашу машину. Вот, блядь, мы пять раз уже принимаем подряд машину по одной и той же проблеме. Вот как-то вот так вот. Мы разрушили все сами, положили всему конец. Без тебя все пусто, мир замер. Мур и фонтан брошенных мне. Ты колючая, как розы, но и красивая, как огни. Тебя берут, ранятся и бросят эти душевные пацаны. Я потерял свой дар речи, молил Бога с тобой спести. Но мне тебя удивить нечем. Принцесса, ты снаружи, а внутри. Ложь, зло, ссоры, дождь, боль, штормы бьет. В сердце колет, но что-то больно. Здравствуйте. Михаил, добрый день. Да, с вашего позволения я с камерой. Михаил. Вы Алексей, да? Да, добрый день. Давайте я вам расскажу сначала всю историю. В общем, это Алексей Семикин, насколько я понял, самый главный менеджер по работе с клиентами, который там сидит в Мерседесе на Варшавке, дабы не устраивать тягомотину. Я ему рассказал всю ту же самую историю, что и рассказывал двумя минутами ранее вам. Описал все случаи, когда выскакивал чек. Все вот эти четыре или более раз он там выскакивал по дороге в Питер, в самом Питере перед гонкой. Потом, когда я ехал на важную встречу, он выскочил. И вот все эти случаи я рассказал ему. Вопрос именно стоит не в том, что типа какого хрена машина ломается. Это железо, понятно, она имеет как бы право ломаться. Но чтобы вы понимали, у меня машине год, пробег 15 тысяч. Это ничего вообще. За год, вы же понимаете, можно 60, если ее постоянно вот так вот эксплуатировать. 60 можно наездить, ну 15 тысяч. И то есть вы поняли, да, что у меня вопрос стоит не в том, какого хрена машина ломается, а какого хрена мне не могут починить машину. Вот в чем вопрос. Михаил, смотрите, мы отправили вам приглашение. Я думаю, то, что вы получили его на станцию для проведения диагностических работ. Мы пригласили для вас специально сотрудников-ампортера, которые приедут к нам. Для вас мы подготовили определенные условия эксплуатации для проявления недостатка. Мы будем выявлять недостаток в присутствии у вас. И я думаю, то, что мы найдем данную неисправность. Я блогер, типа, возможно, у меня какие-то привилегии, поэтому вы меня зовете. А как обычным людям, которые эксплуатируют ваши машины? Вы же не всем такие индивидуальные. Мы абсолютно клиенты ориентированы, поэтому если у вас возникает какая-то либо неисправность похожего рода у другого клиента, мы к нему относимся точно так же. В принципе, от этого диалога я чего-то глобального не ждал. Я знал, что оно так и будет в таком пассивном режиме. Ну, мы вас, Михаил, понимаем, мы как бы готовы вам предоставить доп-проверку, так сказать, под двойным надзором. Там вы можете присутствовать. Ну, нахрен мне это надо, если, блядь, вы должны чинить машины без моего присутствия, когда я вам сдаю его, когда она 4 года на гарантии после покупки. Ну, ладно, там с первого раза вы не сделали. Ну, блядь, сделайте со второго, блядь. Ну, вы и со второго не сделали. Ну, хуй с ним сделать из третьего. Так, пизда, они еще из третьего не сделали. Конечно, вам спасибо огромное, что вы готовы там индивидуально просмотреть машину. Но так же мне и Дмитрий, который машину мне эту постоянно выдает, говорит, вот сейчас конкретно под моим руководством будет все мне говорит. Это когда четвертый раз давал. Ну, вот мне Дмитрий обещал, возвращает мне после четвертого раза этот чек вылетает. Вот я, допустим, устал вот просто возиться с этой машиной. Вы видите то, что, типа, я устал ее сюда привозить, типа, уже какой раз. Могут мне вернуть за нее деньги или дать новую машину? Михаил, если у вас есть требования непосредственно о возврате, вы пишете претензию досудебную, мы ее рассматриваем. Точнее, наверное, либо продавец ее рассматривает и отвечает. Смотрите, если именно с юридической стороны смотреть, вот я отправил, вот смотрите, акты, знаете, там по актам можно, типа, взять и, типа, подать в суд, что, типа, Мерседес не ченит машину. Там говорят, типа, если до трех актов есть, типа, три акта, могут либо машину заменить, либо компенсацию в двойном размере сумму могут выплатить. Правильно я говорю или нет? На усмотрение суда. Самый последний вопрос, который я задал Алексею по поводу актов приема и выдачи, это очень важные документы, которые вам дают после ремонта. И прямо сейчас мой совет вам, когда вы сдаете свою машину, никогда не теряйте их, храните их просто на отдельной полке, эти акты. Потому что в какой-то момент они вас могут конкретно спасти, как не могут сейчас спасти меня, так как я их где-то проебал. Какая-то часть у меня есть, но она не полноценный комплекс, с которыми можно апеллировать на то, чтобы мне могли дать либо новую тачку, либо там двойную компенсацию какую-то полноценную сделали. Допустим, я потерял эти акты, я знаю, что в базе у вас это все есть, в компьютере все сохранено, и я отправляю запрос, чтобы мне выдали все акты, где, когда я был в Мерседесе, приемы-выдачи. На что мне ответили отказом? Не дали просто. Нет, не дадим. Я не смогу прокомментировать, Михаил, я не смогу прокомментировать в данный случай, да. Могу ли я получить эти акты? Может ли клиент получить эти акты? На что вы сами услышали ответ. Конечно, Мерседес это делает все специально. Это для них, как знаете, как шансик, шансик где-то выиграть. Я думаю, навряд ли бы они пошлили там бумагу лишний раз там потратить на клиента своего, чтобы сделать еще один дубликат этих актов приемов и выдачи. И по легенде, я точно не знаю, как мне все говорили, если у вас накапливается три акта вот таких по одной и той же причине, три акта по одной и той же причине, и машина по-прежнему неисправна, то вы можете спокойно запросить у них новую машину, либо запросить полную компенсацию, за которую была куплена машина. А если машина даже подорожала в цене, то вам вернут еще в более, ну типа в большем размере, а сейчас же доллар растет, вы знаете. Но при этом сообщение от Мерседеса на e-mail последовало такое, то что мы не можем вам предоставить эти акты. Естественно, почему-то, потому что мы не хотим проебать вам, Михаил Литвин, суд. Нахуй нам это надо. Вот общим языком это вот так и выглядит. Я выложил эту историю и просто тысячи единомышленников, которые написали, да, ну типа, да охренеть, у меня то же самое, типа, присылаю там документы, как подавали заявки, как просто типа Мерседесу начихать вообще. Как это все там, исправлять эту проблему вообще внутреннюю в Мерседесе, типа, это уже пускай на вас останется, но я просто пришел с заявлением о том, то что типа конкретно я 100% ухожу от Мерседеса, типа, не знаю, буду я продавать эту машину или что-то с ней делать. Я тоже подумаю, но точно типа никогда типа не буду советовать этот бренд, потому что я конкретно разочарован. Принимаете ли вы то, что это конкретная, ну не знаю, ошибка как дилера, так и вообще в совокупности, ну вы же представляете официальный дилер Мерседеса в любом случае. Мы говорим с вами о том, что если вы сейчас хотите услышать непосредственно, что с вашим автомобилем. Я хочу услышать, признаете ли вы, что это конкретно ошибка Мерседеса, что я сдаю 4 раза и мне машину выдают в таком состоянии, что та же проблема и остается, ну что она просто в холостую простаивала. Вы знаете, наверное, нет, потому что каждая ошибка, да, непосредственно символ неисправности двигателя в вашем автомобиле конкретном, он может показывать о разных каких-то моментах, например, там кислородный датчик, да, который находится в... Окей. То есть это... Что такое полное ТО? Полное техническое обслуживание, это обслуживание вашего автомобиля, естественно, с проведением диагностических работ. Доскональное, соответственно. Абсолютно. Доскональное на тот момент, когда мы проводим техническое обслуживание. Ну тогда как можно не подтвердить ошибку, если я сдаю на ТО и мне возвращают машину полностью. Ну, смотрите, к примеру, сейчас мы делаем диагностические работы на вашем автомобиле, через 2 недели у вас появляется эта неисправность. Я вас услышал. Хорошо. Ну все, мне, клятись, вы больше нечего будете. Машина каждый раз раньше положенного срока сдается на техническое обслуживание на полное ТО, чтобы мало ли, даже что-то как-то, блядь, там не перегорело. Блядь, тормоза чуть ли не каждые 3000 менялись, блядь. Ну пиздец, какой контроль за тачкой был. Пиздец, какое отношение к ней было. Найдутся умники, которые, да куда ты там дрифтил, да ёбаный в рот, но эта тачка для этого предназначена, чтобы я дрифтил. Ну это не оправдание будет, что я дрифтил, блядь, мне дают машину со словами то, что тачка починена. На таких тачках за 13 миллионов это и надо делать, дрифтить, блядь. У неё есть этот дрифтмод официально в машину встроен. Пиздец, как люблю эту тачку. Без всяких сомнений. Сколько она приносит радости, столько и боли, понимаешь? Вот просто я не знаю, как это назвать. Ну я возвращаюсь к теме, то что вот мне предложили типа сделать индивидуальное обслуживание. Спустя пятого уже, блядь, привоза моей тачки, блядь, нахуй мне ваше-то индивидуальное обслуживание нужно, нахуя? Нету желания на машине этой кататься, понимаешь? Нету просто, она у меня стоит сейчас просто на паркинге, я не знаю, что с ней делать. Я не знаю, что с ней делать, потому что я знаю, что я сейчас поеду, она либо сегодня, либо завтра опять ёбнет этот чек, я где-нибудь на дороге встану, опять опоздаю на свою встречу. Ну просто пропал кайф, пропала любовь. Конец истории, конец видоса, конец эпохи, блядь. Короче, я что подумал, чтобы люди не думали, что я там искусственно, пиздец, там выращиваю эту проблему с Мерседесом, там, блядь, конфликт, так сказать, выращиваю этот. Сейчас поедем до одного места, я покажу, что за деталь я делал для своей малыхи. Ну, для акулки, так сказать, что мы конкретно, блядь, ковали. Долгое время, полтора месяца уже, блядь, это все делалось, так сказать, для нее. И сейчас, скорее всего, это все пойдет по пизде, потому что я заявляю, что я больше, конечно, сука, не хочется конкретно. Ну ладно, давай сделаем 99%, чтобы потом за язык не потянули и не сказали, что ты пиздобол. Ну, 99%, что я больше не буду ездить на своей машине. Короче, ладно, мы сейчас едем, блядь, до места очень интересного. Ну, как бы не само место интересное, а деталь, которую мы делали. Ну, даже четыре детали. Погнали. Ну что, ребята, мы приехали в одно место. Опять же, это, в принципе, не обязательно момент, что я сейчас снимаю, но мне кажется, вам будет очень интересно посмотреть, что я хотел сделать, короче, со своей тачкой, как я ее хотел видоизменить, и чего я уже точно с ней не сделаю, а эта деталь пойдет уже на другую машину. Собственно, мы сейчас приехали к Саиду. Здорово. Здорово, братец. Давай! Давай, Саидушка, блядь, до пина! Стоп, блядь, отойдем, блядь. Все, тачку скинули, нахуй, в лес газуем. Кутузовский проспект 36, в стране 13. Дробь 14. Дробь 14. Все зубы на течение даю, что это никакая не рекламная интеграция. Это мой кент, который приехал из Дагестана и начал делать тут свой бизнес. И намерен, намерен, намерен сделать лучший, лучший сервис по автотюнингу. Да, тюнинг, доработка мощности, с TH2, с TH3 мы можем сделать тысячу сил, две тысячи сил, сколько по кайфу сил, с любой тачки мы можем снять. И детальник, стайлинг, диски, карбончики, всякая вот. Короче, базару нет, это слишком много эпитетов, которые я вообще, типа, не понимаю. Но это и не моя сфера, понимаете? Поэтому, вообще, суть всего, типа, что же все-таки за деталь, правильно, которую я хотел установить на эту лайбочку. Вот он, белый ящик. Подожди, брат, не показывай, не показывай. Давайте, пять секунд, пять секунд вам. Что в белом ящике? Можно открывать. Просто, блядь, представьте, насколько они сильно бы смотрелись на ней. Но я уже, я сказал, я не буду ставить точно. Я сказал, я не буду на ней уже, как бы, продолжать там, ну, эксплуатирование этой машины. Поэтому, дилер, какой-то, какой-то дилер, который присутствует в России, у вас есть шанс еще залететь ко мне и увидеть эти малыши на вашей машине. Брат, я хочу добавить обращение к дилерам. Разболтовка на твоей тачке такая же, как на М8. Поэтому они встают на М8. Короче, меня тут сватают уже, чтобы вы понимали. Да, если честно, диски очень топовые. Естественно, их четыре сделано, просто мы вынесли один показать. Это эмблема моего футбольного клуба. Она конкретно тут выгравирована. Вот, это очень красивые диски. Я привык, у меня присоса где-то в М4. Как он уебался с дверью. Короче, брат, смотри. Матерюсь, извиняюсь, много. И также перед напичками Саида хочу сказать, что я буду материться просто дохуя. Короче, я тебя сейчас сюда посадил в эту машину. Чтобы просто показать, как она себя ведет. Чтобы я не был, знаешь, я же по сути не объективен со своей тачкой. Ну, так как я владелец, понимаешь. Все будут думать, да ты преувеличиваешь и так далее. Вот, я хочу, чтобы ты сейчас был как конкретно независимое лицо здесь. Можно я пристегнусь? Давай, конечно. Чек горит, я вижу. Ну, чек горит, естественно. Типа просто вот, понял, вот он сейчас горит, этот чек. Машина просто себя страшнейшим образом ведет. А мне тачку отдают, говорят, она починена. Она через два дня херак, и все, она начинает опять. Смотри, мы вот сейчас более-менее напрямую. Я сейчас даю газку, и ты просто чувствуешь, как машина едет. Вот, просто чувствуешь. Ты понял? Да. Понял, что за тема происходит? Смотри дальше. Сейчас она более-менее поехала. Она потом уже пониженную не скинула, но еще раз. Вот, чувствуешь, да, вот эти рывки вот эти? Их никогда в жизни не было. Так, короче, ребята, мы сейчас с Саидом приехали к независимому эксперту. Чтобы он объективно сказал пизда машине, либо не пизда, установил точную проблему. Я сегодня на день ее оставляю тут. Ну, соответственно, для вас это считанные минуты будут. И сплошное наслаждение, и поток прилива информации в вашу голову, короче. Такая ситуация. Короче, сейчас вы полностью поймете, что с ней, потому что раз нам не может Мерседес, официальный дилер, установить точную проблему, а если бы они ее установили, так, ну, как бы, я думаю, они бы починили ее. Либо они просто болт ложат на это. Короче, вчера тачку на носилках уже довезли. Ну, то есть, просто я еду, и она просто дык-дык-дык-дык, то есть, уже вот так вот. Ну, очень странно скорости переключать. Я особо не разбираюсь, короче, но там явно было уже такое, что в машине прям жопа полная. Сегодня с утра заводим, она едет более-менее, хотя чек остался гореть. Иногда там моментами проскакивает вот это вот захлебывание тачки. Она у них очень долго стояла, короче. В итоге мне уже 4 раза подряд отдают, говорят, все сделали, и одна и та же проблема постоянно возвращается. Я ее сюда, короче, приехал не чинить, а чтобы вы объективно дали оценку тому, что, короче, ну, че с ней реакция. Какая же ты красивая, ну, блядь, те, кто тебя создал, такие гандоны, блядь. Короче, все, тачку загнали. Будет стоять тут до вечера. Вечером приезжаем и смотрим. Она полную диагностику пройдет сейчас. Полный, блядь, осмотр максимально агрессивный, короче, чтобы понять, что в чем проблема. Прямо сейчас еду к ребятам, которые мне проверяли машину. Ну я в ахуе, что сказать, я просто в ахуе. Я сейчас вам показываю, что за видео они мне прислали. Смотри, трубка. Вот этот наконечник, который они поставили. Заводской, он завальцованный. Он завальцованный. Вот. Как он выглядит. Он, вот. Что сделано было на данном автомобиле? А здесь его сломали. Одели вот такой переходник. Одели вот такой переходник. И поставили на место. Вот еще один касатель. Вот этот, на самом деле, закрутил гриво. Половен, резинки не езжет. И должен быть, я кручу вот так. Свой фаз они вывезли. Чтоб я просто это знал. Ну, то есть вы поняли, да? Они наебнули детальку там. И еще плюс к этому, блядь, соединили. Короче, поставили неоригинальную запчасть. Дилер официальный поставил неоригинальную запчасть. Вот этот поворот, ебать. Здорово. В общем, я сейчас туда еду, буду наглядно все смотреть. Ну, че, 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 одни эмоции. Я очень быстро поехал до ребят, собственно, которые мне делают машину. Но, к сожалению, когда я подъехал, я понял, что я ни хрена не успел. Потому что по этим московским пробкам, в принципе, ни хрена невозможно куда-то успеть. Один поворот на МКАДИ свернул, уже с бородой вернулся. Короче, вот такая ситуация. Но, тем не менее, мне пришлось уехать домой. Вот, я лег спать и рано утром проснулся. И уже поехал к ребятам на дилер, собственно, где они мне начали показывать весь этот... Ну, я не знаю, как еще назвать, кроме этот пиздец. Че, братва, прошел день. Вот мы приехали снова сюда. Тачка, как мне сказали, сделана. Посмотрим, получилось, не получилось. Приветствую, брат. Приветствую. Че, показывай? Че, как? Смотри, была проблема. Крышку снимать не буду, наглядно можно будет показать. Была проблема возникновения ошибки при нажатии в пол. Первое, что сделали, это поменяли 20 ТНВД, топливонасос высшего давления. Ошибка не прошла. С включенным компьютером, чтобы уже в момент возникновения ее зафиксировать, выехал, и тут получилось следующее. Она начала жаловаться на первый цилиндр. Выспоминали там, как сушка, сучу и фоксунку. Ну, это элементарно, что она выдавала. Но при разборе, при разборе, ты заезжал к дилеру. Так. Она обслуживалась у дилера. Она только у дилера, она больше нигде не обслуживалась. Ну, для дилера, я считаю, это вещи, которые, ну, не свойственны. То есть, хомут, который мы тебе вчера поправили, у тебя также есть на видео, я тебе скидывал, получается. Да. То, что здесь не закреплен. Соответственно, это хомут, который идет к турбине. То есть, от воздушного фильтра потока воздуха к турбине. И здесь мы сзади не увидим, но здесь есть актуатор управления турбиной. На него идет патрубок. Я охренел просто. Это такие элементарные вещи, которые, я как думаю, дилеру недопустимы, чтобы они делали. Короче, я правильно понимаю, что сейчас, по сути, вся проблема устранена. Осталось ее прям жестко, в агрессивной манере поэксплуатировать, поездить на ней. Прям очень жестко. Прям очень жестко. Прям очень жестко. Ну, твои ставки выползли, ошибка или нет? Нет. 101% не выползли. Просто, если ошибка не выползет, это, ну, это будет конкретный разъеб для Мерседеса. Ну, это просто позор конкретный, потому что, сколько я им? Четыре раза по одной и той же проблеме привозил тачку. А тут я завез машину, мне за два часа все сделали. Если она не выдаст ошибку, а я сейчас буду кататься в течение двух дней, максимально агрессивно, прям ее прям жестко херачить, и посмотрим, вылезет, не вылезет. Но я охренею, если не вылезет, это будет, ну, нонсенс какой-то. Брат, ты что можешь сказать? Вот ты, как автоблогер, каким-то научным языком можешь что-то вообще сказать по этому поводу? Я в руку матом могу сказать, но я не матерюсь. Мерседес до лампочки. Короче, братва, вы услышали, дилер подъебнул какие-то там запчасти, но я не автоблогер, поэтому буду говорить простым народным языком. Закрутил какой-то хуятиной неоригинальной это все. Дилер, послушайте, дилер, машину за 13 лямов, которая на гарантии, это он вот с ней вот эту хуйню исполняет. А представьте, это я блогер, они это знают, у меня дорогая тачка, а представьте, как они с обычными людьми делают, мне кажется, они вообще тачку нахуй там подменивают им просто на всю, бля, какую-то китайскую хуету. Короче, я сейчас буду ездить на ней, смотреть, если не вылазит никакой ошибки, то в двух словах, что дилер? Говню. Ну что, мне сдали машину в мое пользование, и моя задача была эксплуатировать машину примерно 2-2,5, ну максимум 3 дня, чтобы понять все-таки, справились ли с проблемой ребята, а я на секундочку напомню, что они ее делали 2 часа. За 2 часа они убрали ошибку и сказали то, что ты можешь ее эксплуатировать, но не факт, что она починена, но мы думаем, что она починена, ну как бы вот в таком формате. Я ездил 2 дня на этой машине, и я даже могу сказать, не просто ездил, я херачил, я очень агрессивно ездил, я пытался этот чек максимально выдавить из нее, чтобы он выскочил наконец, но, как мы видим, чека не высветилось. Тапок 24 на 7 был в полыну, постоянно, без шансов, просто хуярил. Ну что, братва, прошло 2 дня, вы в принципе видите всю ситуацию, я что могу сказать, то что по-прежнему не вылезло никакого чека, это малыха полностью здорова, и это при том то, что не на дилерских, не на официальных запчастях. Я пожертвовал гарантией, чтобы сделать тачку и показать вам, что дилер конченый гондон, и я вам хочу прямо сейчас показать, что я максимально агрессивно водил эту машину, и никакого чека не прослеживается, поэтому я что хочу сделать? Я хочу подытожить этот выпуск тем, что я прямо сейчас еду в сторону дилера, с пацанами я здесь, чтобы показать им, какого хуя, ребятки, какого хуя, 4 раза нахуй сдавал вам тачку, а тут, блядь, просто обычным ребятам из сервиса я сдал машину, она поехала абсолютно как новенькая, и я сейчас держу путь в сторону Мерседеса Бенса на Варшавке, вот, мне осталось 4 минуты. Я просто покажу наглядно, что, ребятки, посмотрите, как вы работаете и как работают обычные пацаны сервиса, просто сравните нахуй, а я еще спрошу, какого хуя вы мне ставили запчасти неоригинальные, как всегда, извиняюсь за столь много матов, но одни эмоции и одно разочарование сейчас играет во мне, поэтому едем в Мерседес, блядь. Я сразу с камерой. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы здесь будем общаться? Ну да, я хотел вам просто показать. Что? Смотрите, у меня, короче, выпуск заканчивается, я просто подъехал показать всю ситуацию, еще один, ну, еще один момент. Я отвез, в общем, машину к частникам. Мне поменяли некие детали. Это была форсунка, катушка и свеча, потому что у меня там были пропуски по первому цилиндру. Я уже второй день с половиной езжу максимально агрессивно и никакой ошибки не выдает. Есть видео, как там стоят неофициальные детальки, потому что дилер сломал детальку и поставил неоригинальную запчасть. Трубка. Вот этот наконечник, который они поставили, заводской, он завальцованный. Объективен ли я в своих суждениях в плане дилера то, что они не могут выполнить свою задачу? Я хотел просто показать, что именно дилер не может справиться с задачей. Понятно? С максимально простейшей. Михаил, ну, вы согласны, наверное, если вы хотите определенной объективности, и при этом я вам предлагаю посмотреть и поднять всю информацию, посмотреть, была ли на тот момент эта неисправность, потому что такая возможность есть, потому что мы подключали к вашему автомобилю компьютер. И если на тот момент была эта неисправность, тогда это действительно убеждение абсолютно верное, то, что здесь вина абсолютно дилера присутствует. Честно могу сказать, я обязательно хотел бы разобраться в этой проблеме до конца. Почему? Потому что, ну, объективно, если выражать ваши эмоции, да, по отношению к Мерседесу, в принципе, то разные могут быть неисправности. И поведение, как вы говорите, одинаковое было, то формально, формально, то поведение, которое вы мне описываете, это ограничение мощности. Это определенный аварийный режим. Почему он срабатывал? Есть определенное неисправность. И, возможно, да, загоралась лампа неисправности двигателя по разным причинам, как вы сказали, но машина вела себя одинаково. И везде происходил аварийный режим. Ладно, я, в принципе, поехал. Просто объяснил вам ситуацию. Мне нужно было зрителям объясниться. Вот как-то так. Все, спасибо, до свидания. Всего доброго. Короче, сложно, сложно говорить о том, что я больше не буду являться владельцем этой машины. И это не говорит о том, что я ее буду продавать или я буду проводить с ней гиф-конкурс. Ну, что-то еще, какие-то N-ные, да, моменты с ней. Это просто говорит о том, что я могу либо продать, либо отдать, либо... Я не знаю, пока просто, пока ноль мыслей. Это та ситуация, когда вот она прекрасная, да, снаружи, она охренительная едет, она безумно красивая. Но внутри, внутри... А это внутри, соответственно, я про сам дилерский центр, про всю их систему. Это полный пиздец. И абсолютно не удовлетворен. Я думаю, вы это прекрасно видите. Я бы не снимал выпуск, в принципе, про всю эту ситуацию, если бы я кайфовал от дилера. Нет, нихуя. Я считаю, что они конкретно здесь не правы, потому что они не должны допускать той херни, то, что ребята, которым я отвожу тачку, не дилеры, делают ее за два часа. И с машиной больше никаких нареканий. Вот. А почему я не буду ездить на ней? Вы спросите, раз машина целая, типа, почему я не буду на ней ездить? Потому что я медийное лицо, и я не хочу давать им лишнюю рекламу больше. Им выгодно то, что я езжу на этой машине. Мерседесу, в принципе, выгодно. Я знаю множество ребят, которые из-за меня купили вот такие тачки, вот эти кузовы. То есть, дохренища просто людей, которые мне писали, что... Житиху я купил конкретно из-за тебя. В общем, все, блядь. У меня нету слов, короче. Это был выпуск про Мерседес, про то, как они работают, насколько они компетентны со своими клиентами, насколько они идут на контакт. Соответственно, что они нихуя не компетентны, они нихуя не идут на контакт. Мерседес, вам спасибо за... За несотрудничество, потому что я с ними никогда не сотрудничал. Но все-таки спасибо вам за эмоции, спасибо за этот прекрасный год, потому что тачка у меня была, ну, примерно плюс-минус ровно год. Но больше я не езжу на вашей машине. Также всем, кто меня смотрит, я не советую покупать Мерседес. Не потому, что я какая-то обиженка А просто потому, что я хочу получать кайф от машины А не, блядь Смотреть и звонить, блядь Когда же мне ее отдадут сервис, понимаете Алло, Дмитрий, когда вы мне отдадите машину А что, сколько осталось А тут, а это, блядь, а что с это, а что там Когда проблема решится Нахуй мне это надо Машина 13 лямов стоит, нахуй мне это надо В общем, если вам понравилось это видео То обязательно ставьте пальцы вверх, потому что Ну это лучшее, что вы можете сделать Я пойму то, что я не зря постарался Выпуск я снимал, блядь, сколько Ну, короче, нормально, я его уже неделю, блядь, снимаю Там туда-сюда, пока ее там сделают там Пока ее сделают туда, пока с Алексеем Договориться о встрече Короче, это не самый простой мой выпуск был Да и вообще в эмоциональном плане мне, в принципе, неприятно Фаршмачить то, на чем я Ловил просто колоссальные эмоции Колоссальный драйв Короче, блядь, я и заебался пиздеть С вами был Литвин, пальцы вверх, комментарии Это лучшая от вас поддержка, всех обнял Снаружи ты принцесса, а внутри Боль, грозы Шторм, слезы Понял? Вот это вот прям про Мерседес Оболочка ебейшая, понял? Внешка пиздец, а в душе пиздец полный, понял? Вот это вот конкретно про Мерседес С виду сладкой жизни внутри Робеет сердце от твоей же боли И живыми глазами на меня посмотри Как я мог ошибаться настолько Скажи, скажи Ты мне скажи Я не забуду Твою улыбку Холод так шибко Пройдет по душе Тебя повсюду Искать ошибка Глаза наживкой Наказались уже Субтитры создавал DimaTorzok